Большое спасибо за это представление и за приглашение. Это большая честь быть здесь на Биеннале. До этого я преподавал в Тюмени несколько дней, и это тоже был большой опыт для меня. Я коротко расскажу о работе, которую мы делаем в Амстердаме в Институте сетевых культур, и затем перейду к сегодняшней теме — дизайн онлайн-экентичности от масок к селфи. Это веб-сайт, который мы запустили в 2004 году, когда я переехал из Австралии в Голландию. Это сайт университета прикладных исследований, в котором состоит 50 тысяч студентов в Амстердаме на политехнической базе. Мы называем это прикладной наукой. То есть это не классический университет. Эта платформа предоставляет мне много возможностей для создания проектов, которые исследуют будущее. Это критические исследования будущего. Вы можете возразить, что это парадокс, как можно рефлексировать о будущем. Но именно этим мы занимаемся. И это не так уж сложно, особенно если вы прожили уже 25-30 лет, как люди моего поколения. Будущее уже не такая загадка. Мы создаем сети вокруг новых актуальных тем, и затем развиваем множество проектов совместно с дизайнерами, программистами, исследователями. Я покажу вам несколько из этих проектов. Они открытые. То есть вы все можете принимать в них участие. Люди со всего мира участвуют в них. В общем, это общая идея. Мы организуем события, публикации, дебаты и так далее. А также конкретные проекты в сфере программного кода. И с конкретными результатами. Наша самая старая сеть – это VideoVortex. Она посвящена эстетике онлайн-видео. Это из последнего нашего собрания. Несколько месяцев назад в Корче, на юге Индии, во время Биеннале в Корче. Это было прекрасной возможностью поработать на юге Индии. В Индии, как вы знаете, очень мощная традиция кино существует. И этот опыт кино, весь критический аппарат кино мы применили к миру Ютуба. Вот, чем мы занимаемся. Это почти независимый от нас проект. Это сообщество из примерно 500 человек. И оно организует выставки, встречи в разных частях. Света, забавно, но, как вы знаете, онлайн-видео по-прежнему достаточно маргинальная область. Хотя миллиарды людей пользуются интернетом. Но теоретизация этого явления еще находится на самых ранних стадиях. Но мы к этому привыкли. Особенно вот с этим проектом. Он не так широко известен. Но мы очень серьезно к нему относимся. Этот проект до сих пор продолжается. Общество запроса. Оно занимается вопросом архитектуры поиска. Что такое поиск? И сейчас поиск – это часть нашей повседневной жизни. Мы уже даже не замечаем этого, когда что-то ищем в интернете. Это происходит буквально за долю секунды. Мы выходим онлайн, находим нужную вещь, кликаем на ссылку и идем дальше. Этот опыт каждому знаком. Мы все еще считаем, что это классическая тема. Еще с исследований библиотек, с библиотечных исследований к нам пришло. Но сейчас этим занимаются буквально миллиарды людей. В 2011 году мы запустили этот проект. И он буквально никак не хочет закрываться. Это мир социальных сетей. Он меня буквально преследует. Он всех нас преследует. И он не хочет уходить. Мы все глубже и глубже. Нас все глубже и глубже туда затягивает. Мы с самого начала пытались сказать, ладно, существуют альтернативы. Нужно подумать об альтернативных архитектурах. Однако пять лет спустя, сейчас, мы очень глубоко в это вовлечены. И можно сказать, что очень медленно тема, которую мы здесь поднимаем, вот этими проектами. То есть мы говорим о том, что они очень медленно присоединяются к мейнстриму. Очень медленно. Завтра у нас будет четыре часа в другом помещении. И там мы будем обсуждать эти вопросы. Будем обсуждать проект Unlike Us, не такие, как мы. И подробно рассматривать текст, мой текст, который называется «Что социального в социальных сетях?». Я не буду сейчас много об этом говорить. Если вам интересно, пожалуйста, приходите завтра на наш семинар в 12 часов. Есть и другие проекты. Например, очень важен вопрос криптографии. То есть криптографии мы не эксперты по защите частных данных. Я не могу сказать, что я в такой степени либерал, который защищает право человека на частную жизнь. Есть много причин, почему мы должны сказать, что интернет – это общественная арена. И мы там находимся для того, чтобы все делать публично. Но после Сноудена и всего, что произошло в этой области, конечно, возникла, особенно для активистов, возникла очень срочная необходимость себя защищать. Поэтому мы создали вот такой вот вызов по криптодизайну. В этой области многое зависит от наших товарищей, которые занимаются непосредственно программированием, написанием кода. Мы защищаем нашу безопасность и наше будущее зависит от криптографии, от нашей безопасности, а иногда даже нашей жизни зависят от этого. Однако мы вносим такой вклад в эту область. Мы говорим, что это важно, когда мы говорим об воображении для дизайнеров, для художников. Поэтому сейчас, уже последние пару лет, мы проводим вот этот проект, который частично образовательный, а частично сосредоточен на эстетике, потому что это наша область, это наша сфера деятельности. Затем у нас будет еще один аспект нашей работы здесь, это критика творческих областей. В Тюмени, например, уже говорили, что в следующем году вот эти творческие индустрии придут в Тюмень. Я пожалел местных жителей, но вот эти творческие индустрии – это очень мощный инструмент окололиберальной политики. И они распространяют вот эту вот нищету среди художников. Поэтому мы хотели бы вас предостеречь против вот этого инструмента политики. Он довольно неприятный, потому что это на самом деле и не креативные, и не отрасли. То есть он пытается уничтожить визуальное искусство, и никакую адекватную бизнес-модель взамен не предлагает, чтобы деньги зарабатывать. То есть что вы из этого извлечете? Вот какой вопрос вы должны себе задать. Хорошо. Затем, например, если вы зайдете на наш сайт, там вы увидите блог Сильвии Ларуссо, который с нами работает, под названием «Entre Precariate». Очевидно, что это о художниках, которые вынуждены становиться предпринимателями. Поэтому, если вам интересна эта тема, то вот это блог, который мы в настоящее время ведем. Конечно, мы не то чтобы сильно знаменитые. Если вы хотите уничтожить свою репутацию и имидж, то можно заниматься критикой. Не могу сказать, что я всем это рекомендую. Но когда мы говорим о решениях, это, пожалуй, лучшее решение. Это проект MoneyLab, который мы начали в 2013 году, 4 года назад. И это самый активный наш проект на данный момент. Здесь мы рассматриваем политику биткоинов, криптовалют, блокчейнов. А также, допустим, мы провели большое исследование по краудфандингу. И вот какими темами мы занимаемся. Мы задаем здесь себе простой вопрос. А какие существуют модели получения выручки в интернете, дохода в интернете для художников? То есть, что художники могут из этого извлечь? Если интернет перейдет на свою следующую необходимую стадию монетизации, готовы ли мы заявить о себе в этой области? Станем ли мы жертвой или мы сможем затребовать какие-то деньги, новые деньги, которые сейчас изобретаются? То есть, это связано с тем, чтобы повышать осведомленность среди художников о монетизации. Потому что помните, что экономика текущая, наконец-то ей приходит конец идея Фейсбука, Гугла, которые сказали, что вы должны бесплатно всю свою работу распространять, вы должны бесплатно выкладывать на Ютуб, на Фейсбук все свои работы и так далее. И вы, разумеется, ничего с этого не получите, но теперь эти дни прошли. И это хорошие новости. Что касается следующего вопроса, если интернет в конечном итоге будет монетизирован, то означает ли это также то, что вы от этого что-то получите? Это открытый вопрос. И мы знаем, что если вы никак в этом не будете участвовать, то решения за вас примут другие. Это очень важный вопрос. Следующие 5-10 лет, когда мы говорим об архитектуре сетей. Смогут ли художники зарабатывать себе на жизнь своими работами? Это то, что мы как раз пытаемся исследовать в рамках проекта MoneyLab. К сожалению, времени нет, чтобы подробно об этом поговорить, но я с удовольствием, может быть, попозже с вами поработаю по этим вопросам, которые с нашей точки зрения вскоре станут очень актуальными, особенно для молодого поколения. Затем есть такая практическая прикладная работа, которой мы занимаемся. Мы же, в конце концов, университет прикладных наук. И одна из основных работ, которую мы проводим со студентами и молодыми людьми, приезжающими в Амстердам, это Publishing Lab. Раньше мы много публикаций выпускали. Здесь вы, например, видите примеры некоторых недавних публикаций. И мы все больше видели, что цифровое издательство становится само по себе отдельным вопросом. То есть мы уже не пользуемся PDF и Pub и так далее. Мы занялись самой технологией. Именно поэтому уже 4 года у нас работает вот этот проект Publishing Lab. И это место, куда вы можете на пару месяцев прийти, если хотите. Если хотите, можете стажировку пройти в Амстердаме и так далее. И там вы можете получить опыт и поработать с другими, чтобы не только свои навыки развивать, но и работать на дальнейшей теоретизации и над стандартами. Потому что эти стандарты, например, и Pub3, которая часть была HTML5, и сейчас другого консорциума. То есть это сейчас очень активно все развивается. И, наконец, моя собственная работа. Я не буду долго о ней говорить. Это моя последняя книга. А это моя тоже недавняя работа. Каждые 3-4 года я собираю свои эссе. Вот здесь вы видите содержание моей последней книги. И вы видите здесь перечень тем, о которых я здесь говорил. То есть это мои эссе. И они доступны на нескольких языках. Может быть, когда-нибудь кто знает, будут и на русском языке они. Да, будем надеяться, что мы сможем что-то подобное сделать. Ну что ж, а сейчас после этого вступления я перехожу непосредственно к теме. И это тема политики онлайн-идентичности. Это не та тема, над которой я много работал раньше, скажем, допустим, в начале-середине 90-х. Я изначально был в социальном движении, в движении за автономию, если угодно. Я всегда особое внимание уделял, скажем так, формам коллективного опыта. В 90-е годы это называлось виртуальное сообщество. И много существует терминов для этого. Кто-то называет это онлайн-племена. Другие называют, что это опыт, который вы получаете на форуме или в списке рассылки по электронной почте. И сейчас, конечно, эти люди занимаются в так называемых социальных сетях. Но я стараюсь избегать этих терминов, потому что я считаю, что сами по себе социальные сети уже отходят от попыток помешать людям создать настоящий опыт сообщества. Потому что компании никаких денег не заработают на самих по себе сообществах. Поэтому последние 10-15 лет мы наблюдаем очень постепенный отход от социального, как это определилось раньше, к индивидуальному опыту. И это уже начинается. То есть куда бы вы ни пошли, вам везде нужно заполнить свой профиль. И весь опыт в интернете сейчас ориентирован на ваш профиль. То есть индивидуум, субъект. Пользуйтесь вы своим настоящим именем или псевдонимом. То есть интернет становится... Интернет все больше и больше внимания уделяет субъекту, индивидууму. И социальные сети и их архитектура – это наиболее явный тому пример. Мы также можем сказать, что 10-15 лет назад была стадия, которая называлась «Три точки ноль». И это были блоги. Вот этот индивидуально-центрический дизайн уже продвигался. То есть это были блоги, блогосфера. Можно сказать, что развитие двигается, скажем так, в сторону социальных сетей. Здесь мы видим очень упрощенное схематическое представление развития онлайн-идентичности. И на самом деле есть много способов рассказать ту же самую историю. Допустим, пункт 5 – это кризис в капитализме наблюдения. И я не уверен, что это действительно так. Это нечто вроде предположения с моей стороны. Дошли ли мы уже до этой стадии? Об этом можно спорить. Я не до конца уверен, где именно мы находимся в данный момент. Очевидно, что первая стадия пришлась на 80-е годы, когда каждому пользователю приходилось быть программистом. Затем 90-е, когда вот это вот киберпространство восхвалялось как параллельная вселенная. И мы идентичности продвигали как вторую идентичности. Интернет давал нам возможность стать кем-то еще. То есть вот у вас есть обычная скучная жизнь, но вечером вы приходите домой, вы заходите в интернет, и там у вас есть возможность стать кем-то другим. Это было главное обещание интернета как освобождающей технологии. Затем после 11 сентября все это рухнуло, много всего рухнуло. В начале 2000-х был введен режим безопасности. И самое известное здесь это Facebook. И Марк Цукерберг по сегодняшний день проповедует, что нельзя давать ложную информацию и так далее. То есть вы должны быть честными с Марком Цукербергом, свое настоящее имя, настоящий номер телефона ему сказать и так далее. И тому есть причина, потому что он очень тесно сотрудничает с CIA, Службой национальной безопасности, с ЦРУ, и в частности с рекламодателями, которые платят ему много денег, чтобы убедиться, что информация, которую вы ему предоставляете, может быть прослежена к вашему настоящему имени. Это основа бизнес-модели Facebook. Она основана на том, чтобы вы говорили Facebook правду. И поэтому они на все идут, чтобы исключать людей, которые отказываются сообщать правду о своей личности. И как вы знаете, особенно когда вы приезжаете в другую страну, то сейчас может так случиться, что люди даже просят зайти в вашу социальную сеть вас. Вот какая сейчас ситуация, которая представлена на этих двух комиксах. Первый комикс, самый известный, связан с интернетом. В интернете никто не знает, что вы собака, но на самом деле, конечно, это всем известно. Но в 2017 году собака смотрит на монитор и видит на нем рекомендацию корма для собак. То есть что же случилось с концепцией, что в интернете никто не знает, кто вы на самом деле. В последнее время мы пытались работать более систематически над этим вопросом и провели в Риме большое мероприятие совместно с местным университетом. Мы работали над публикацией для следующего года. И в ней мы хотели уделить внимание политике и эстетике всего этого вопроса вместе с множеством других художников. И у этого проекта была выставка и так далее. Потому что это поле, в котором, какой сюрприз, многие художники создают свои работы. Бесчисленное множество художественных проектов связано с онлайн-идентичностью. И также теоретиков много. И мы, например, вот это исследование запустили. Она живет в городе Сплит в Хорватии. И она написала вот эту историю селфи. Нам очень нравится эта тема. Я очень люблю селфи. У меня сыну 15 лет. И он меня, в общем-то, научил делать селфи и получать от этого удовольствие. Так что я не враг, я не моралист, не теоретик, который говорит, что селфи – это так ужасно. Нет, нет. Так что, пожалуйста, не поймите меня неправильно. Если мы хотим преодолеть неолиберальную политику самопродвижения, которое необходимо в нашу эпоху, то худшее, что мы можем сделать – это придерживаться моралистической точки зрения. И эта же идея лежит в основе вот этой сети. Это американская сеть ученых, которые изучают селфи. Так что мы тоже входим в состав этой сети. И здесь тоже очень интересная работа ведется. Эта сеть немножко политически корректная, но мы в меньшей степени такие. И мы, потому что из Европы мы, может быть… То есть пессимизм – это, можно сказать, наш торговый знак. В Европе это нормально, нам не обязательно быть оптимистичными. Но при этом это все-таки в какой-то степени клише. И мы можем преодолевать эти культурные различия, когда речь заходит о наших американских коллегах. Например, мы опубликовали вот эту книгу немножко незадолго до этого момента, которая в основном посвящена изучению истоков селфи в виде фотографии на Polaroid. Она есть на нашем сайте. Эти публикации вы можете скачивать бесплатно. Также есть этот важный художник, который делает селфи. Он публикуется и выставляет свои селфи. И по очевидным причинам, может быть, вы помните, что этот художник находился под домашним арестом. Соответственно, вопрос в том, как он это делает, особенно учитывая, что он находится в Китае. Арестован ли он, да или нет? Это важный вопрос для современного мира искусства в целом. Он по-прежнему делает вот эти противоречивые проекты, поэтому вопрос не совсем наивный. он использует селфи очень таким первобытным способом. Многие люди, такие как мы, используют селфи таким образом. Мы просто напоминаем о том, что мы все еще существуем, мы еще здесь, да, я существую. Вот что мы хотим сказать селфи. И каким-то способом селфи это признак жизнедеятельности. То есть вы можете сказать, я хочу прочитать селфи, я хочу вписать ее в контекст истории искусства, автопортрета. Это все прекрасно. Вы можете сказать, я хочу изучать, а вот этот человек, мой дорогой друг, может быть, у него депрессия, а может быть, у него или у нее все в порядке, и тогда это хорошие новости. Также, конечно, можно разными способами читать селфи. Может быть, человек скучает. Может быть, не всегда у нас дела идут хорошо. И вот еще одна тема. Например, я знаю, что существует бесчетное количество других художников. Я выбираю некоторых из них. И я прекрасно осознаю, что существует множество других художников. Я большой фанат этой художницы, Амалия Ульман. Она из Аргентины, сейчас Барселоны, сейчас живет в Лос-Анджелесе. И она делает, она ведет популярную страницу в Инстаграме, плюс другие средства распространения информации использует. И в ее работе забавно то, что совершенно невозможно выяснить, все это реальное или искусственное. То есть ее селфи, они полностью сфабрикованы или они настоящие. И какое-то время меня очень сильно сбивало с толку, например, я гадал, беременна ли она. Она на самом деле была беременна, по крайней мере. Но потом фотографии ребенка никаких не появилось, никаких обсуждений этого не появилось. Соответственно, я предполагаю, что меня одурачили, как и множество других. Здесь вы видите, здесь в гугле, здесь набор всех этих картинок, общий вид всех этих лиц. Ну, хорошо, вы можете сказать, что да, но это классическое, классическое селфи. Это художник, занимающийся жанром селфи, работающий в сфере современного искусства. И в поле современного искусства. И это очень интересно. Это вещи, которые очень... если Лев, Лев Манович, он здесь, я про него говорить не буду. Но про селфи-сити это очень важный проект, который я только хотел бы сказать вам, что это очень хороший инструмент для... межкультурный инструмент для того, чтобы сравнить селфи, сделанные в Бангкоке, в Берлине, в Москве, в разных городах, в Нью-Йорке, в Сан-Пауло. И можно сказать, а да, ну, я знаю, какой будет результат, потому что в Сан-Пауло люди всегда довольны и все время танцуют, а в Москве там все время плохая погода и люди в депрессии. Но на самом деле это неправда. И вы можете пойти на культурный тур самого себя, посмотрев вот с этим очень успешным проектом. Также я хотел бы сказать о теории, немного хотел бы сказать, потому что также мне интересная теория для меня селфи и вот этот дебат вокруг селфи и возвращается назад к концу 70-х, когда появился неолиберализм, начал расти. И это все с видом вместе в двух текстах, которые были написаны на самом деле вот именно в это время, точно в это время, в 79-м. это культура нарциссизма, Кристофер Лаш, довольно традиционно, американский теоретик культуры до времени, до того, как появилась такая наука, как исследование культуры и культурология. И, конечно, Мишел Фуко, он его, что называется, в его позднем периоде, то есть это не Мишел Фуко, который в тюрьме и в больнице, Мишел Фуко, нет, это, нет, это его поздний период, который изучает историю сексуальности, это поздний Фуко, который описывает технологии себя. И теперь, конечно, сейчас, позже, сейчас, большие исследования, которые показывают, что в тот момент он исследовал и писал о неолиберализме и так далее. Ну, так вот, это два, две очень важные работы, более современные работы, я бы сказал, это Эбе Эллюз, теоретика из Тель-Авива, из Израиля. Здесь создание эмоционального капитализма под названием, он описывает очень хорошо с психоаналитической теорией, с этой точки зрения, это возникновение селфи, и сейчас она преподает и лекции читает о селфи, и вот в этой книге она в основном имеет дело с такими вещами, как сайты знакомств, потому что люди используют селфи на многих таких сайтах, и более критический подход, конечно, есть тоже интернет-критика такого, как Андрю Кин, здесь вы его видели сегодня утром, мы посмотрели на Андрю Кина, на русский, он его работает, переведенный на русский, и на русский, и эта книга, эта книга, это его критика социальных сетей, и социальные медиа, и в основном сосредоточена на практически невротической силе, которая идет изнутри субъекта, чтобы все время заниматься самопродвижением, вот этот стимул, вот этот импуль, что каждый должен все время быть активным на социальной медиа, чтобы заниматься самопродвижением, и в этой культуре самопродвижения селфи играет очень важную роль, может быть, теперь это даже более эстетизировано, я бы сказал, потому что за счет роста инстаграма, и также очень интересный здесь поворот такой, здесь может быть еще две более свежие вот это этого года, прошлого года, Кристин Донбек, исследование, которое говорит это пояснь нацицизма, которая описывает в нашем обществе Кристофе Глаш, и вот это боязнь быть, чтобы того, что обвинят в нарциссизме, чтобы изучить вот это нечто в битве, что можно изучить как предмет, это нет, это не я нарциссист, это другие, они, другие страдают нарциссизмом, это вот это тот иной, он страдает интернацицизмом, и вот здесь идет в этом эссе, это все разбирается на части и оповергается, здесь есть еще текущий новелла, роман, может быть, не слыхали, это называется «Я ненавижу интернет», Джаред Кобек, это очень обмерзительное описание самопродвижения в Сан-Франце, на улицах Сан-Франциско, люки, которые совершенно разрушены гуглом, и недвижимость, недвижимость, поэтому если чувствуете, если есть ненависть к интернету, почитайте вот это, ну и конечно, есть, конечно, есть, конечно, и в 2017 году появилось, вот мы, нам в лицо вот это самый великий нарциссист, который стал президентом США, и они имеют значительное количество, большое количество таких вот шуточек про него, конечно, может быть, вы знаете, что есть научные статьи, которые уже были, в 2015 году, о нарциссистическом поведении Трампа, до того, значительно, до того, до того, даже, как он стал кандидатом в президенты, как он выдвинул свою кандидатуру, то есть это было, это интересно при работе о его нарциссистическом поведении, и потом, конечно, в библиотеке будет целая библиотека, книга написана, это вообще-то, это медицинская проблема, это медицинский вопрос, и имеется большое количество психиатров, которые работают сейчас именно над этим вопросом, это не просто так ничего, но также есть, и давайте скажем, более такой секретный аспект селфи, я хочу сосредоточиться на нем сейчас, это вот селфи, это, конечно же, может быть, вы, вы все селфи снимаете, я уверен, поэтому, когда вы загружаете, вы знаете, вам хочется слышать, нравится вам это или не нравится, это интегральная часть экономики, мировой экономики, и на фейсбуке, и для других когда вы это загружаете, и речь идет о селфи, отношение к селфи очень-очень важно, потому что имеется несколько файлов данных, которым очень будет определенное отношение, самое приватное отношение, и очень-очень важно, понимание селфи, понимание селфи, должно быть критическое, понимание политической экономики и социальной медиа, и сейчас это называется экономика лайков, я не хочу говорить главков лайки, дабл шурашков, он сделал фантастический документальный фильм о поколении лайков, это на интернете есть, я могу очень сильно, очень серьезно рекомендовать это для вас, здесь объясняется детально, каким образом экономика лайков работает, и это очень сложная вещь, и это не так легко понимать, как это работает, это не так само очевидно, на уровне интерфейса, на уровне визуальной информации, очень тяжело получить критическое понимание лайков, это не есть что-то, что само очевидно, так может вот это вам известно, тот человек, который сидит и он спит в метро в Санкт-Петербурге, и это его профайл на ВКонтакте, и вот это проект, проект называется FindFace, найти лицо, и это русский проект, который мне очень нравится, и еще один, это говорит нам нечто о том, насколько широко, насколько широко распространяется вот это программное обеспечение распознавания лиц, и как оно работает с нами, срочными пользами, так вот этот проект, найди лицо, он не сложный, он не секретный, и это элемент, конечно же, тот элемент, который очень важен, когда мы снимаем селфи, и я хочу потратить некоторое время на заблокировать селфи, может быть, это не то, что следовало бы делать, значительно лучше, получать понимание, и распространить эту информацию, например, в конце концов, вот это то, что происходит с большим количеством селфиков, их читают алгоритмы, их читают машины, и в конце конце потребитель селфика, это машина, и машина, она прочтет вот это выражение, вы видите, уже вы осознаете, что это происходит, да, и здесь машина оценивает, что какие у нас выводы, что какие мы можем сделать выводы, какие из вот этого, и это проблема, вы можете сказать, ну, это совершенно вообще вне моей сферы, это вне моего, я ничего на эту тему сделать не могу, и вот это все становится все более и более, сложным, сотни, миллионов селфиков, они собираются, анализируются, и вот эти базы данных, они растут и растут, и зачастую здесь эти частные компании, вы даже не осознаете, они это делают, и конечно, когда мы посмотрим, когда мы посмотрим на селфи, когда мы делаем, когда мы снимаем селфи, возможно, все это, вот что произойдет с это им целый команд будет опробован вот так, и есть целый спектр, целый ряд применений, которые, как мы можем это применять, мы можем делать распознавание лиц, идентификация, верификация лиц, также вы, возможно, слыхали о верификации лицом в айфоне два дня назад. И вот это несколько дней для идентификации вашего телефона, как ваш господинка, мы можем делать более общие вещи, как, например, распознание пола, возраста, этнического, этнической группы, в особенности, если говорить на футбольном стадионе или на площадях, здесь вы можете чувствовать настроение публики, за счет настроения публики мы начинаем, мы попадаем в эту ситуацию, вы помните фильм, где власти считают, что массы начинают делать предупредительные меры предпринимать, допустим, для того, чтобы предупредить определенные какие-то беспорядки общественные, особое мнение, помните фильм? Так вот, если можем ли мы обмануть эти базы данных? Можем ли мы всегда выглядеть гневными или всегда можем быть довольными? Есть ли здесь способ для нас манипулировать или вообще, это, как вы считаете, правда это или неправда, что наше лицо зеркало души, это зеркало себя, вот верите ли в то, что, верите в эту теорию, если это так, то можем ли мы коллективно или индивидуально изменить? Или здесь это просто как данное следует воспринимать? Это обучение, видите здесь обучение из 20-х годов, да? Так вот, также мне очень интересно вот такого типа вещи, да? Это называется высасывание души, и мне кажется, что здесь очень большие такие фотографии, фотографический потенциал очень высокий, может быть вещи, вот такие вещи могут развиваться дальше, и вот такая вещь, когда мы попадаем в зону вопроса камуфляжа, каким можем ли мы разрабатывать определенное, как минимум можем ли мы развить, вообще продвигать осознание или развивать технологии для того, чтобы манипулировать своим селф, своим я. Так, если наши лица можно прочитать везде, где угодно может здесь есть камера прямо здесь, и читают наше лицо, можем ли мы сделать что-то, чтобы в противовес этому, например, здесь имеют ноу-ботик исследование, это здесь непрозрачное присутствие называется, и они разрабатывали все дальше и дальше вот эту теорию относительно, и еще очень знаменитый пример, это художник работает в университете Баффало, который разрабатывает маски, и эти маски, их невозможно прочитать, компьютер не может их прочесть, вот это еще, то есть, каким образом стать непрозрачным, и как информационно непрозрачным, это один из многих-многих примеров, очень многих примеров, и есть два студента, докторантов, с которыми я работал, которые учились на PHD, они сосредоточили их только сосредоточили на их исследованиях на эстетике маски Даниэльфельда, простите, Даниэль и Патрища Дефрис, и также есть веб-сайт, который посвящен вот этому, Багумир Дорингер из Австрии, здесь большая база данных собрана, проект называется Faceless Спислицей, и выглядит примерно вот так, и он собирает художников, которые работают с маскировкой своей идентичности, своего, и мне кажется, вот это мне нравится, и конечно, также есть классическое, это классическое, анонимное, анонимное, это большая история анонимности, очень давно уже имеет место быть, это группа, группа движения, философии, и это нечто, что, в чем я принимаю участие сам, в особенности вот в этот эпизод между анонимос и вакиликс, и когда анонимос появился, вот в этот ручь с Джулианом Асанджем, и результатом всего этого и дезинтеграции анонимос, описано очень хорошо, здесь фантастическая книга Габриэла Габриэла Колман слева, Габриэла Колман, которая написала книгу историю анонимос, в особенности в последнем издании, во втором издании, у нее целая голова в самом конце, в котором идет речь именно в вопросе маски и как маски разрабатываются, маски. Это текст с правой стороны, текст написан анонимос, почему мы, на которой объясняют, почему им нравятся маски, почему им нравится носить одну ту же маску, одинаковую маску, для того, чтобы создать новый коллектив, новую коллективную идентичность, вот эта идея. Так вот, теперь я уже приезжаюсь к концу здесь, и если вы хотите связаться со мной, если вы хотите узнать, если получить больше информации, вы можете зайти на наш веб-сайт networkcardchance.org и также вы можете мне написать электронную почту. Спасибо большое. Здравствуйте, в одной из ваших статей хорошая есть идея о том, что теория всегда отстает от технологического развития, соответственно, нам приходится изобретать новый язык, когда мы говорим обо всех новых разработках и когда мы говорим о лице, о визуальном изображении лица. эльфинас, например, говорит о том, что мы устанавливаем взаимоотношения между собой и другим, а в селфи какая этика, вот этот полный визуальный акцент здесь применима, то есть можем ли мы в полной мере понять ту культуру и культурные условия, то есть допустим о том ложное это или истинное вот эти традиционные дикотомии, то есть какие новые категории нам нужны. Да, нам это безусловно нужно и нам нужно, чтобы историки искусства тоже радикально обновили теорию автопортрета, потому что как правило такие вещи они только с исторической точки зрения рассматриваются и очень в очень редких случаях мы видим современный анализ допустим в журналах по искусству, где бы этот вопрос рассматривался, который вы задаете, который с моей точки зрения важен еще для того, чтобы спасти нас от допустим читаемых машинами ответов, потому что мы можем отправить селфи, которое мы только что сделали, в какой-то алгоритм и вам эта система сможет сказать, что с вероятностью 28% у вас сегодня депрессия, с вероятностью 29% вы выглядите несчастным, допустим, может быть, вам стоит обратиться к врачу и так далее, то есть действительно ли мы этого хотим машинный анализ нас, нашего лица, действительно ли мы хотим к этому двигаться, разумеется, это возможно, и мы можем сказать, что можно на это смотреть вне концепции добра и зла, мы можем просто пользоваться этим или нет, можем игнорировать эту функцию, но если мы посмотрим на массовое использование этих изображений в больших базах данных, то вопрос уже получается не такой уж и невинный, поэтому да, я призываю всех вас историков искусства здесь присутствующих посмотреть, а сможете ли вы победить систему, сможете ли вы придумать новую теорию, разработать новую теорию автопортрета и изображения себя в целом, которая выйдет за границы вот этого медицинского, скажем так, и достаточно беспокойного, достаточно тревожного социальной точки зрения категории, потому что очевидно, что здесь идентичность используется как нечто потенциально опасная и идентичность в современности, у нас в архитектуре базы данных всегда каждый рассматривается как потенциальный террорист, потому что именно на это сейчас обращается много внимания, а не являетесь ли вы одним из них. этот вопрос я не считаю особенно интересным, потому что самоидентичность и коллективная, я работаю с обеих сторон, так сказать, вы можете сказать, что у нас сейчас эпоха неолиберального, я могу сказать, этот вопрос гораздо легче преодолеть, потому что я могу представить новые формы коллективного воображения, это возможно, и мы об этом будем говорить завтра, и это связано с дизайном социального, с моей точки зрения, это не такая уж большая тайна, вот как с самоидентичностью разобраться, это гораздо сложнее. Спасибо, Герт, за замечательное выступление про работу вашей лаборатории, книг, и за очень сугестивный анализ селфи, но я думал, что среди этих всех современных феноменов есть положительные и отрицательные, то есть у нас каждый раз есть некий сенсор, который что-то про нас узнает, и допустим нам может сказать сенсор, сколько мы сегодня миль прошли, или что у вас со здоровьем, может быть есть у вас депрессия или нет, отправить эту информацию вашей страховой компании, и государство нам дает социальную защиту, в том числе в тюрьмах, то есть это диалектическая такая основополагающая особенность современного общества, и дело в том, как мы можем об этом думать вне этой оппозиции, потому что я считаю, что наше отношение к этому, по крайней мере, мое, это безусловно выходит за рамки этой оппозиции, и я не знаю, что кроме этого сказать, по фейсбуку, например, я могу сказать, что да, кому-то фейсбук не нравится, потому что нам кажется, что мы бесплатно работаем, а фейсбук эту информацию распространяем, а другие говорят, нет, конечно, потому что люди влюбляются в фейсбук, люди делятся идеями, то есть если убрать фейсбук, то у нас больше ничего не останется, что останется инстаграм, то есть есть положительные, есть отрицательные, в то же самое время невозможно это правильно взвесить, и поэтому можно просто, например, как Вы считаете, можно ли убежать от этой позиции, от противопоставления, или это неправильное вообще противопоставление? Я считаю, что противопоставление себя и социального я считаю, это неправильное. Противопоставление это безусловно ложное. А второе Вам и упомянутое, вот это, наверное, интереснее, это то, которое связано, скажем так, с положительной, С положительными путями использования этого, которые мы все видим, положительные способы использования в повседневной жизни, чтобы получать информацию, чтобы отслеживать своих друзей, которые в разных местах и в разных ситуациях находятся и так далее. Так что, конечно, социальные сети расширили наш взгляд радикально, а насчет этого сомнений никаких нет. Да, конечно, нет. Конечно. Да. Но затем, опять-таки. Мне нравится играть в своей работе с европейским нигилизмом. Это, безусловно, так. Но, с другой стороны, я также являюсь активистом вопроса относительно того, что нужно делать. Этот вопрос всегда стоит перед нами. Я не могу уйти в какое-то странное настроение. Это недопустимо. И многие люди не могут себе этого позволить. Поэтому есть моменты размышлений. Но я всегда пытаюсь это преодолеть в низшанском смысле. Преодолеть и указать на возможности, существующие для нас, как для отдельных людей и для тех из нас, кто хочет, допустим, организовать вот это биеннале. И много других проектов, в которых мы участвуем. В первую очередь, спасибо за вашу работу, за то, что вы поделились ей с нами. Когда я слушала про эти темы и про то, сколько мы теряем, находясь на Фейсбуке и так далее, что есть опасные стороны, селфи, которые уже так сильно укоренились в популярной культуре. Мой вопрос. Мне кажется, что, может быть, какие-то хакеры говорят про это, может быть, какие-то художники, но это в любом случае находится на краю общественного сознания. То есть, например, я думаю, что моей маме все равно, а она точно так же пользуется социальными сетями, как и любой другой. Соответственно, вопрос в том, это вопрос времени или, может быть, мы не нашли еще способ убедить широкую общественность в том, что это важно. Но предыдущий выступающий уже достаточно сказал о том, как мейнстрим в эти дни связан с так называемыми ложными новостями. И здесь вы видите, что неопределенность архитектуры социальных сетей сейчас очень широко распространилась. Можно сказать, что это происходит только из-за определенного сегмента западного американского истеблишмента, что только он находится под угрозой. Но потом, опять-таки, вы наблюдали, особенно на этой неделе, конечно же, что в Германии в последние пару месяцев очень сильно люди мобилизировались вокруг этого вопроса о возможности манипулировать выборами через социальные сети и через, допустим, фальшивые новости, сфабрикованные новости. Это несколько неожиданный поворот принимает, потому что здесь мы видим, что архитектура социальных сетей обсуждается через тему новостей и создания новостей. Я здесь очень сильный акцент делал на том, как люди себя ощущают, состав своей виртуальной идентичности. То есть не столько лента новостей или алгоритмы, я об этом не упоминал. Но очевидно, что сейчас это основная, главная тревожная тема, именно эта тревожная тема, а не селфи. И вот эта система распознавания лиц, как в фильме «Особое мнение», деятельность, которая по этому направлению ведется, она уже сейчас ведется, она направлена на предотвращение социальных беспорядков за счет использования подобного софта, что, по-моему, очень тревожная вещь тоже. Просто небольшое примечание. Интересно, в Америке, в Швеции никто особо ничего нового не делает, а вот в Азии люди пошли дальше. И, например, во время студенческих беспорядков в Гонконге правительство, то есть когда закрылась социальные сети, все переключились на телеграм. То же самое произошло в Корее. То есть Азия вообще в целом в использовании технологий ушла вперед, потому что большие слои населения могут на это реагировать. Мы это видим. То есть это массово уже. Да, извините, времени много. Да, и, кстати, это указывает на множество других глав этой саги, которая перед нами разворачивается и будет в следующие 5-10 лет разворачиваться. Мы, по сути, только в начале этой истории, и меня это немного тревожит, потому что я думал, что мы сможем завершить эту главу по социальным сетям в какой-то момент. Но все указывает на совершенно другое направление развития, а именно на то, что мы находимся лишь в начале этой саги. Поэтому нам нужно лучше готовиться и нужно подумать об альтернативных способах. Безусловно, этот вопрос еще открыт. И это очень важно обдумать. Например, такой совершенно простой вопрос. Можем ли мы другими способами налаживать отношения друг с другом? Например, могу ли я быть, то есть помимо дружбы, то есть, например, можем ли мы как-то дать волю воображению, когда речь заходит о социальных взаимоотношениях, которые более сложные, более разнообразные, более безумные, если угодно. Может быть, мы как-то здесь можем больше сделать. Спасибо. 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 Спасибо.